Здравствуйте! В эфире новости на русском. В студии Баку-Ньюс Саиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией отличаются стабильностью своего развития. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента России. На освобожденных территориях Азербайджана в разные годы во время ремонтно-строительных работ были обнаружены останки 553 человек. Представитель военной прокуратуры Азербайджана напомнил, что с 1988 по 1994 годы без вести пропали 3890 азербайджанцев. Великое возвращение продолжается. Сегодня в город Физули вернулись еще 123 бывших вынужденных переселенцев. С каким настроением физулинцы выехали в родные края и каковы их планы на будущее? Сегодня в выпуске. Сегодня, 18 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев разжег в городе Ханки-Анли костер по случаю праздника Новрус. Глава государства поздравил азербайджанский народ. В своем выступлении президент Ильхам Алиев отметил, что все мы гордимся тем, что сами восстановили справедливость, освободили наши земли от оккупантов, показали свою силу и отныне все должны считаться с нами, иначе сами пожалеют об этом, заявил глава азербайджанского государства. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В тексте письма говорится «Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации. Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высоком доверии и активной поддержке россиянами, проводимого вами курса, направленного на укрепление государственности, устойчивого социально-экономического развития и рост благосостояния населения страны». С удовлетворением хотел бы отметить, что отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией отличаются стабильностью своего развития. Отрадно, что сегодня эти отношения, опираясь на многовековые традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, успешно расширяются и укрепляются в духе союзнического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, наполняясь все новым содержанием. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на углубление Азербайджана-Российского всестороннего партнерства, реализацию актуальных задач двусторонней повестки, обеспечение плодотворного взаимодействия во всех областях во имя процветания наших стран и народов. Желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и благополучия и успехов в вашей государственной деятельности во имя процветания дружественной России. Президент Ильхам Алиев также позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на президентских выборах. Голова Азербайджанского государства пожелал российскому лидеру успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны. В свою очередь Владимир Путин выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и поздравление. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества. Отметим, что президентские выборы в Российской Федерации проходили с 15 по 17 марта. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с рекордным результатом и явкой. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах для 2024 года по состоянию утра 18 марта, набрав более 87% голосов по итогам обработки 99,72% протоколов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов 4,30%. За ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков 3,83%. На четвертом месте кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,21%. Явка на президентских выборах, которые впервые в истории проходили в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, по состоянию на 18.00 по московскому времени, достигла по предварительным данным 74,22%. В 2024 году на президентских выборах впервые применялось дистанционное электронное голосование. Итоговая явка онлайн-голосования на федеральной платформе достигла 94%, 4,4 миллиона человек. В Москве было выдано почти 3,7 миллиона электронных бюллетеней, с учетом избирателей, которые воспользовались специальными терминалами на участках. В первый день выборов в формате онлайн также проголосовал на президентских выборах Владимир Путин. По результатам дистанционного электронного голосования на федеральной платформе Путин занимает первое место с 87,41% голосов. А на второй выходит Дованков с 6,28%. За Слуцкого отдали свой голос 3,75% участников онлайн-голосования. За Харидонова 2,56%. За рубежом в выборах президента России к 8,30 по Москве приняли участие 372 779 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, такие показатели являются беспрецедентными. С победой на выборах Владимира Путина уже поздравили президента Узбекистана Шавкат Мирзиоев, Таджикистана Имамали Рахмон, Боливии Луис Арсе, Никарагуа Даниэль Артега, Гондураса Сиомара Кастро и глава КНДР Ким Чен Ун. Завершился официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан. В международном аэропорту Гейдар Алиев Столтенберга провожали замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица. В рамках визита в Азербайджан Генсек НАТО провел ряд встреч. Накануне в Баку генерального секретаря НАТО принял президент Ильхам Алиев. Также состоялась встреча с главой МИД Джейхуном Байрамовым. Сегодня Йенс Столтенберг и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудили военное сотрудничество и региональную безопасность. В Министерстве обороны прошла встреча министра обороны Азербайджана генерала-полковника Закира Гасанова и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Генсекретарь прошел перед почетным караулом, а также оставил памятную запись в книге почетных гостей. Делегация была проинформирована о реформах, проводимых в Азербайджанской армии по указанию президента Азербайджана, а также о восстановительных работах на освобожденных территориях и текущей ситуации на условной Азербайджано-армянской границе. Министр поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в течение 30-летней оккупации и нынешний период. Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих Азербайджанской армии в миротворческих миссиях и деятельность других сферах в рамках партнерства с НАТО. Было подчеркнуто, что тесное сотрудничество нашей армии с вооруженными силами Турции вносит существенный вклад в отношения между Азербайджаном и НАТО. Также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества в области кибербезопасности, разминирования и в других сферах. На освобожденных территориях Азербайджана в разные годы во время ремонтно-строительных работ были обнаружены останки 553 человек. Как рассказал на брифинге, посвященном обнаруженному в Ходжалы массовому захоронению начальник особого следственного отдела военной прокуратуры Эмиль Тагиев. В 2022 году были найдены останки 32, в 2023 – 60, а в 2024 – 4 человек. Эмиль Тагиев также добавил, что человеческие кости были обнаружены в основном на территории города Шуша, Кельбаджара, Ахдама и Лачина. Представитель военной прокуратуры напомнил, что с 1988 по 1994 годы без вести пропали 3890 азербайджанцев. Из них 3171 человек были военнослужащими, а 719 – гражданскими лицами. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в столице Китая – Пекине. Так, Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермегбаевым. На встречу обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджанами ШОС, была подчеркнута активная роль Азербайджана как партнера по диалогу ШОС. Также в Пекине помощник президента Азербайджана встретился с послом Пакистана в Китае Халилом Хашми. Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Физулии. Сегодня в родные края вернулись еще 123 физулинца – 34 семьи. Им были вручены ключи от новых квартир, и они заселились в свои дома. 18 марта из жилого комплекса ГОБУ «Парк-3» Городакского района Баку выехал очередной миграционный караван в Физулинский район. В родные края возвращаются 34 семьи в составе 123 человек. Я очень взволнована и рада, что мы только не пережили за эти 32 года. Дай Бог нам больше никогда не испытывать ничего подобного, чтобы мы больше никогда не становились беженцами, чтобы всегда жили на нашей родной земле, в родном Карабахе. Светлая память шахидам. Дай Бог, чтобы больше не было войны и потерь. Храни Аллах нашу армию. Я возвращаюсь в район, который покинул в юные годы. Возвращаюсь с радостью. Очень благодарны за то, что нам создали такие хорошие условия, и мы возвращаемся в родные края. Хотелось бы сыграть свадьбу детей в Физули, чтобы там выросли наши внуки. Это наши мечты, и они воплощаются в жизнь благодаря нашей армии, наших шахидов и ветеранов, и заботе нашего президента. В первую очередь благодарю президента. Дохранит его Аллах. Светлая память шахидам, здоровье ветеранам. Благодаря им мы вернули наши земли. Я рада, что кровь моего брата пролилась не напрасно. Его звали Ислам Алиев. Отметим, что до этого миграционный караван в Физулинский район отправился 15 марта. 35 семей, 153 человека. Таким образом, в Физулине уже обеспечено постоянное проживание 596 семей. 2245 человек. Это были все новости на сегодня. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по интересующим и волнующим вас вопросам. Вы можете писать на наши аккаунты в социальных сетях. Вы можете следить за нами в Европе и Азии через спутник Азерспейс, выбирая частоты, которые вы видите на экране. В то же время вы можете смотреть нас на кабельном 10-м канале на Астелеком, Бактелеком. В 18-м канале Ситинет, кабельном 2-м канале на Коннект ТВ, аналоговом 12-м и цифровом 22-м каналах КТВ, на Айля ТВ по АйПи, на 8-м канале, на 17-м цифровом и 31-м аналоговым каналах. Также Баку ТВ смотрите уже и на АТВ+. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс 19.00. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин